Обсудили вопросы сохранения и развития идентичности коренных малочисленных народов России в Черкесске прошел представительный форум. Современный технологический процесс производства гипсокартона на ленточном конвейере на предприятии Хабес Гипс запустили новую линию. Медалями и званиями отметили сотрудников подразделения, обеспечивающих безопасность и правопорядок. В Росгвардии прошло торжественное награждение. Как получить разрешение на управление школьным автобусом? Сотрудники ГИБДД проводят техосмотр автобусов, перевозящих детей. В Черкесске прошел представительный форум, организаторами которого выступили правительство Карачаева-Черкесии, международное объединение Алашара, фонд Экзекова и Кунсткамера. Среди участников – сенаторы, депутаты Госдумы, представители власти нашей республики, а также гости из Германии, Италии и Абхазии. Собравшиеся в госфилармонии в течение двух дней обсуждали вопросы сохранения идентичности коренных малочисленных народов России. Подробности у Артура Мхце. Полная темнота в зале сменяется несколькими сценами из жизни Абазин, натянувший тетиву джигит, готовящий еду женщины-горянки и, наконец, настоящее танцевальное действие, захватившее каждого, кто за ним наблюдал. Так в Черкесске начался форум коренных малочисленных народов, участниками которого стали представители различных сфер деятельности и даже разных стран – Германии, Италии, Абхазии. На протяжении десятка лет организация Алашара и ее руководитель Мусаих Зеков занимаются сохранением и развитием абазинского языка, культурного наследия и укреплением социальных связей между народами России и Абхазо-абазинским этносом по всему миру. Сегодня очень хорошая возможность всем нам вместе поговорить о тех опытах, о тех успехах, которые у нас есть и о тех проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся и очень трудно их преодолевать. Если не делать то, о чем мы сегодня говорим с малочисленными народами, то же самое может возникнуть с любым народом, каким бы числом он ни обладал. Карачаево-Черкесия – один из самых многонациональных регионов, поэтому мы можем поделиться успешными практиками проектов, которые и как раз укрепляют дружбу народов, но в то же время позволяют каждому из малочисленных народов сохранить себя, свою культуру, свой язык. В числе почетных гостей форума член Комитета по науке, культуре и образованию в Совете Федерации Римма Галушина, представитель Комитета по делам национальности в Государственной Думе Анастасия Удальцова и руководитель Кунсткамеры Андрей Головнев. Каждый с нескрываемым воодушевлением воспринял возможность посетить Карачаево-Черкесию, чтобы обсудить вопросы сохранения этносов. Моё устойчивое мнение в том, что сохранить родной язык без интеграции его в образовательное пространство невозможно, поэтому, конечно же, мы будем говорить в первую очередь об этом. Ну и, конечно же, я расскажу о том инструменте, который является на сегодняшний день одним из самых эффективных – это Федеральная Олимпиада школьников по родным языкам. Мы её внедрили и проводим уже второй год. На самом деле, такого уникального явления, как дружба народов, нет, пожалуй, уже ни в одной стране. И, несмотря на то, что Советского Союза уже нет, России удалось сохранить это наследие. И то, что Россия развивает и языковую, и культурное многообразие всех народов – это крайне важно. Это важно даже для национальной безопасности, особенно в тех условиях, в которых сейчас находится наша страна. Очень бы хотелось, чтобы народы были не достоянием музеев, а достоянием планеты и самих себя. И в этом главное. И вот в этой самоорганизации, а в данном случае никто не организует народы, они сами организуют всё вокруг себя и самих себя. Вот это, пожалуй, самое главное. А красота этничности, она очевидна. Здесь, на Кавказе, она может считаться роскошью. Десятки экспертных мнений, множество интересных практик сохранения и развития этноса, в том числе при постоянной поддержке культуры. В современных реалиях обмен опытом имеет не только и даже не столько научное значение. От успешного применения методик зависит без преувеличения безопасность и мирное сосуществование разных народов, которые живут в России. Артур Махцелек-Махожев, Вести, Карачаев, Черкесия. Посмотреть на результаты работы новой линии по производству гипсокартона на Хабецком гипсовом заводе были приглашены сотрудники и представители предприятий, которые принимали непосредственное участие в становлении нового завода. Среди них простые рабочие, монтажники оборудования, наладчики программного обеспечения, электрики. Многие из них были отмечены благодарственными письмами и грамотами за свой вклад в развитие предприятия. Гостям был продемонстрирован весь технологический процесс производства гипсокартона на ленточном конвейере, где переход от специальной гипсовой смеси к высушенным гипсокартонным плитам был высоко оценен присутствующими. Знакомство с новой линией завершилось праздничным концертом, где выступили районные творческие коллективы и приглашенные эстрадные артисты из других регионов СКФО. Как вы знаете, в 2023 год главой республики Рашидом Борисбевичем Тимрезовым объявлен годом развития промышленности. Символично, что такие заводы и предприятия открываются в этот год. Это неизменно сказывается на экономике республики. У нас растет индекс промышленного производства. В этом году он составил 14% по отношению к прошлому году. И все это сказывается на благосостоянии и уровне жизни нашего населения. Я знаю давно Олега Викировича. Этот человек очень инициативный, активный, ответственный. Благодаря таким людям сегодня развивается экономика. И дай Бог ему долгих лет жизни, чтобы он еще многие вот такие заводы открывал. А мы всегда будем поддерживать и помогать. Кажется, мы, конечно, проверяли и у конкурентов. И мы производили пробную партию, раздавали мастерам, собирали отзывы, как положительные и отрицательные. Это, конечно, все учитывалось при производстве гипсококона. Сейчас отзывы очень хорошие. Вышли на дальние зарубежья. Помимо новых регионов в России, мы поставляем в Армению, Грузию, Южную Осетию. И скос постоянно растет. Наградили сотрудников Республиканского управления Росгвардии. Медалями и званиями был отмечен труд сотрудников подразделений, обеспечивающих безопасность и правопорядок, в том числе на территории новых российских регионов. Подробности у Артура Мхце. Последние несколько месяцев находился в зоне проведения специальной военной операции. Выполняли служебно-боевые задачи, поставленные нашим руководством. Также обеспечивали безопасность проведения референдума, за что были оценены нашим руководством. Сегодня четверо сотрудников регионального управления Росгвардии за успешное выполнение поставленных руководством задач в зоне специальной военной операции были удостойны медали за отличие в охране общественного порядка. Работа по выявлению и обезвреживанию диверсионно-разведывательных групп требует терпения, выучки, умения оперативно принимать оптимальные решения. Поэтому неудивительно, что столь сложная миссия была отмечена государственными наградами Российской Федерации. Всего же медали и очередные звания получили около трех десятков сотрудников ведомства, которые обеспечивают безопасность на территории Карачао-Черкесии в новых российских регионах. Руководитель Республиканской ветеранской организации Росгвардии Сергей Попов отметил, что представители спецподразделения всегда были на хорошем счету. Всегда наши подразделения отличались стойкостью, боевым характером таким. Не подводили никогда в спецоперациях, которые проводились до этого. И в Чечне проводили операции. И здесь в республике очень много проведенных операций, за которые очень много сотрудников награждены государственными наградами. Представители руководства управления ветераны спецподразделения немало добрых слов посвятили сотрудникам ведомства и членам их семей. Дай Бог им всем терпения, чтобы они вместе с вами вот эти все трудности стойко переносят. Я надеюсь, что ОМОН Густанг управления по Карачао-Черкесии, СОБР Клинов управления по Карачао-Черкесии и в дальнейшем будет достойно выполнять все поставленные перед управлением задачи как в зоне специальной военной операции и на территории Карачао-Черкесии. Артур Максим Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачао-Черкесия. Исправность школьного автобуса – залог безопасности детей. Сотрудники ГИБДД республики проводят техосмотр автобусов, перевозящих детей. По каким параметрам выдаются разрешения на управление школьным автобусом, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Перед тем, как ввести в эксплуатацию школьный автотранспорт, необходимо провести техосмотр. Здесь нужно обращать внимание на техническое состояние автобусов. Сотрудник ГОИ осматривает наличие, исправность ремней безопасности, оснащенность тахографами. Также в обязательном порядке осуществляется проверка колес и шин транспортного средства в соответствии с требованиями. В школьных автобусах каждая мелочь имеет особое значение. Поэтому необходимо тщательно изучить состояние автотранспорта. В первую очередь автобус должен быть укомплектован ремнями безопасности. Далее должен стоять тахограф, глонасс, запасной выход. Около запасного выхода не должно быть никаких предметов. Он должен быть доступным, свободным. Далее мы проверяем тормозную систему на стенде. Потом мы проверяем рулевое управление, проверяем задние ходовые огни, передние. То есть школьный автобус, к нему требования намного больше. Автоинспекторы проверяют и тормозные, и рулевые системы автобусов, исправность внешних световых приборов, износ протектора, шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Внутри школьных автобусов должны быть огнетушители и аптечки. Техосмотры школьного автотранспорта проводятся в зависимости от его возраста. Мы всегда подходим к этому делу внимательно и ответственно, так как безопасность прежде всего отмечают сотрудники ОГИБДД. Если автобус моложе пяти лет, он проходит один раз в год технический осмотр. Если он старше пяти лет, получается, мы проводим техосмотр в течение года два раза. То есть в полгода один раз. Далее по выезду автобусов с детьми, получается, отправляют уведомления. Если этот выезд у нас внутри субъекта, то есть в течение 24 часов. Если за пределы субъекта, в течение 48 часов вы должны подать уведомление, его рассматривают. Далее на местах старшие госы осматривают автобус повторно, выдают водителю акт и выезжают. Безопасность наших детей прежде всего. И поэтому мы и сами заинтересованы, чтобы техосмотр школьного автотранспорта проводился тщательно, уверяют водители. Это, конечно, важная процедура, потому что это детская машина, детский автобус. Это большая ответственность. И, конечно, надо обязательно проходить техосмотр, потому что детская жизнь – это бесценная. И мы проходим раз в год в обязательном порядке полностью. Проверяю тот и до. Процедура осмотра школьного автобуса занимает недолгое время. По словам сотрудников ОГИБДД, для проведения техосмотра необходимо отправить специальную заявку, и уже после можно приехать на станцию техобслуживания. После всех процедур мы и выдаем соответствующий документ на право вождения автотранспорта, отмечают представители госавтоинспекции. Оператор заполняет все данные, далее он передает на ноутбук государственному инспектору, и в свою очередь он электронной подписью подписывает диагностическую карту транспортного средства. Все школьные автобусы, в частности новые, должны пройти полный техосмотр к началу учебного года, чтобы школьники безопасно и с комфортом могли ездить в образовательные учреждения. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. День культуры народа Абаза отметили в Карачаево-Черкесии. В честь праздника состоялась выставка, которая собрала сотни жителей и гостей нашей республики, а местом проведения стал парк культуры и отдыха «Зелёный остров». Подробности расскажет Дарья Тендит. Гости и жители нашей республики имели возможность посетить несколько тематических павильонов и познакомиться с историей народа Абаза. Оказавшись на фестивале впервые, Илья из Пятигорска узнал для себя много нового интересного. А больше всего ему понравилась национальная кухня. Очень классно, что существует место, в котором раскрывают народность, показывают культуру какого-то общества. Есть возможность погрузиться в атмосферу, послушать музыку, танцы, попробовать национальные блюда. Что тебе больше всего понравилось? Наверное, еда. Очень впечатлила кухня. Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой совместно с организацией «Ану Алашара» подготовили выставку книг 30-40-х годов на абазинском языке. Многие ветхие книги были переизданы, поделила заведующая Центрального книгохранилища Аминат Бекбулатова, для того, чтобы молодое поколение знало историю народа Абаза. Мы представляем книги из фондов библиотеки. Здесь тематическая подборка книг по истории абазинского народа. Сегодня очень много молодежи подходит, именно что берут книги по истории. Мы представляем так, в частности, раритетные издания, которые им очень интересно увидеть. В парке развернулось настоящее центральное подворье. Гости могли заглянуть в абазинский дворик и увидеть предметы быта и красоту национальных костюмов. В павильоне национальной традиционной абхазо-абазинской кухни гостям предлагали отведать и взять с собой понравившиеся блюда. А умелые мастерицы делились секретами и тонкостями приготовления вкуснейших лакомств. Готовить нашу пищу надо вкладывать в свою душу, чтобы вкусно все получилось. Наши предки готовили калорийную вот эту пищу. И мы, следуя нашим предкам, готовим в каждом доме то же самое. Внимание мужчин привлекала выставка на жест национальным орнаментом. Изящность и мастерство исполнения рукояток и клинков восхитили Беслана Салакаева, который приехал из Абхазии на фестиваль. Всегда поражают, удивляют. Я сам художник-скульптор, но я когда смотрю такие работы, мимо не могу проходить. Особое место занимала выставка картин с разнообразием стилей исполнения. Для желающих сделать что-то своими руками проводили мастер-класс по плетению браслетов. А для творческих личностей был организован аквагрим. Выставка проходила весело и поистине празднично. Продолжилось мероприятие национальными танцами и массовыми гуляниями. Дарья Тендит, Анастасия Лой, Вести Карачаева, Черкесия. Далее смотрите специальный репортаж Галины Алиевой из Республиканского перинатального центра. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Продолжение следует...